И сегодня наши ребята охраняют границы нашего государства, и я уверен, что они покажут себя достойно, и мы в ближайшие дни будем праздновать освобождение, но миллион населений от насилия, от убийства. Восемь лет убивали, как нас тогда убивали, но дух газа, дух республики, Доленск, Луганск. Никто на это внимание не оброшал. Сегодня, когда Россия начала помогать, но противостоять бандеровцам, шейтанам, террористам, надщипенцам, но весь мир стал против нашего государства и заявляют, объявляют всякие санкции. Пусть объявляют санкции, но если я не так буду вести себя, то европейские государства, это даже не столько в территории, только у нас регионы Российской Федерации, заберем Европу, Дол, и в последующем будет править Европой, Дол. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой, Дол, и в последующем будет править Европой, Дол. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой, Дол, и в последующем будет править Европой. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой, Дол. В последующем будет править Европой, Дол. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой. Пусть объявляют санкции, но в последующем будет править Европой. Россия, если Россия действительно интересна на небольшой, маленький штраф из Украины? В их стране? Это нанесенство. Я думаю, что Путин будет прессовать, потому что он может сделать это. Он знает, что он сплит Европейский и Украинский. Но он очень хочет, он хочет respect. И, может быть, отдыхать, он не может быть, он не может быть. Если я, я не была, это возможно, чтобы ему дать то, что он может быть. И мы сглажем. И мы сглажем. Украинские стрелы были в следующем видео. Это были выпущены в России в последнее время. Это не только что, это факт. И сегодня наши ребята охраняют границы нашего государства. И я уверен, что они покажут себя достойно. И мы в ближайшие дни будем праздновать освобождение до переговоров. Поэтому вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать. Пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу. Продолжение следует... 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 Как в случае для бактерий антиаерия Тор М-2, с ума потрясающая точка, что разрушает теоретические схемы технических генералов. Ну а также можно показать, что они оперативные операции в Сирии, и были фотографированы в 21 сентябре 2018, в положении противника на базе русского Комеймин. Для того, чтобы понять эти бактерии, просто сказать, что в атаке с миселем 14 сентября против Сирии, с антезисорами, Тор М-1 и Панцир С-1, уничтожали 100% уничтожали. И эта нова Тор М-2, лас джанте дилубианас алас антериори, что датали на 30, или еще лет. До сих пор информация о присутствии Тор М-2 в Сирии, в группе русских групп, только уничтожали область. «Любану Тор М-2» — это система антидерий антидерий Тор М-2 — это система антимисил стацка о новой генерации для защиты наших групп, так, и инсталкинг индустриал и инфраструктуру, вне中国 агрописной агро. О Скориемии с другими оружием модельными взглядами, автомобильные взглядами, заfulе авиа и антидерий Тор М-2 может видеть на 40 объекты, вот так, и видеть ли по отличия них и вере агитальными агрописными взглядами они не засидали на агрописную. de ellos. Se puede utilizar para hacer frente a los ataques masivos de los medios modernos de ataque aéreo. Las características técnicas de los misiles antiaéreos del complejo permiten luchar eficazmente contra objetivos a pequeña escala y altamente maniobrables. Tor-M2 puede funcionar con éxito como parte integrada de un sistema de defensa antiaérea, pero también se puede usar de forma autónoma. El regimiento del sistema de misiles Tor-M2 es similar en composición a los regimientos ТОРМ-2 Proyectiles guiados antiaéreos de última generación, 9M338K. De características avanzadas y dimensiones reducidas, lo que ha permitido duplicar de 8 a 16 el número de proyectiles instalados en el sistema. Y son capaces de eliminar todo tipo de armas de alta precisión que vuelen a velocidades de hasta 700 metros por segundo, con misiles de un rango de alcance de 1 a 12 kilómetros, y hasta 10.000 metros de altura. El TORM-2 es una versión mejorada del sistema de misiles de defensa antiaérea de corto alcance TORM-1. El TORM-2 se presentó por primera vez al público en 2007. La última variante de TORM-2 presenta una mejor cobertura de radar de control de fuego y cuatro canales de guía, lo que permite guiar hasta cuatro misiles. En cualquier momento. El TORM-2 también ofrece la opción de un chasis con ruedas, así como un nuevo sistema de computadora digital y un sistema de seguimiento óptico para todo clima. El TORM-2 y el M-12, están diseñados para atacar aeronaves, helicópteros, aviones UAV, aerodinámicos, misiles guiados y otros componentes de armas de alta precisión que vuelan a altitudes medias, bajas y extremadamente bajas en entornos adversos de aire y atascos. El sistema de misiles TORM-2 puede montarse en chasis con ruedas o con orugas. El TORM-2 duplica hasta cuatro, el número de objetivos que pueden ser atacados simultáneamente por un solo vehículo de combate. Que por 12 vehículos de una batería hacen 48 objetivos simultáneamente que pueden ser atacados. Reciban un saludo. 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 Продолжение следует...